22 августа – день для россиян особый. Ровно 30 лет назад над Белым домом в Москве был поднят триколор – символ гордости, объединяющий сегодня множество народов нашей страны. Мы увидели новый символ, который поведет всех. И с годами, с годами вот эта дата стала праздноваться как по-настоящему большой всероссийский праздник. Отметить его к кинотеатру «Искра» пришли многие видновчане. Праздничный концерт открыли танцем с флагами. Артисты признались, что перед выступлением очень волновались. Большая ответственность во время того, как ты танцуешь. Естественно, нужно следить за тем, чтобы флаг не выпал ни в коем случае, чтобы он не запутался, чтобы все движения были четкими. Флаг – это не просто набор цветов. У каждого цвета есть официальное трактование. И в то же время для жителей России белый, синий и красный может означать что-то свое. Флаг – это лицо нашей страны. Для меня белый – это цвет свободы. Синий – это учеба. А красный – это наша Родина. Белый, наверное, это чистота и мир, который мы пытаемся как-то сеять. А красный, наверное, с кровью больше, которую России пришлось преодолеть. Много войн. А синий – не знаю, какая-то тоже чистота, невинность. Небо голубое, спокойное над головой. Национальный символ всегда поддерживал и наших спортсменов за рубежом. Под ним совершалось немало побед. Как известно, Олимпийские игры в Токио прошли без триколора и гимна. Поэтому государственный праздник в этом году для видновских чемпионов-пловцов стал особенно важным. Эмоции просто обычного счастья, радости за страну, за флаг. Потому что представлять его, конечно, бы хотелось непосредственно на международных основаниях и на Олимпиаде. Ну, ощущается, ну, как коллектив такой, мы собираемся под одним флагом, конечно. Мы и так знаем, что мы к одной стране принадлежим. Но когда у тебя есть флаг за спиной, когда его все там держат, то это вдвойне приятно. Интересно, что российский триколор имеет огромную трехсотлетнюю историю. Этот флаг появился на рубеже 17-18 веков. Впервые триколор был поднят на военном корабле «Орел» в годы правления царя Алексея Михайловича. Узнать больше о нашем государственном флаге может любой житель города. Достаточно отсканировать вот этот вот QR-код. «Видное» стал одним из 30 городов Подмосковья, принявших участие в акции «30 лет триколору в России». С помощью технологии дополненной реальности от актеров театра и кино горожане могли узнать о преобразовании символа нашей страны. «Повелеваю, в тех случаях, когда возможно украшение зданий флагами, был употребляем исключительно русский флаг». Мне очень понравилась интересная затея и главное, что очень важно, что люди получают информацию историческую, причем в такой достаточно интересной форме, доступной, поэтому считаю великолепно. Праздник «Видным» прошел ярко, с песнями, танцами и бело-сине-красными флажками в руках горожан. Всего три цвета вместили в себя большую страну, ее историю и традиции, в общем, сплотили жителей России.